Специальный налоговый режим для самозанятых. Изменения в закон о нарушении тишины. Жесткие ограничения для рюмочных. Это основные вопросы повестки дня, прошедшего 28 мая заседания Законодательного собрания. В четверг парламентарии одобрили введение налога на профессиональный доход. Он подразумевает упрощенный порядок регистрации без необходимости посещения УФНС. Освобождение от использования контрольно-кассовой техники. Комфортные размеры налоговых ставок. Отсутствие отчетности перед государственными органами. Ставки налога действительно низкие. 4% по доходам от реализации товаров физическим лицам и 6% по доходам юрлиц. Такие граждане платят только один налог. От НДФЛ и других они освобождены. Речь идет о том, что самозанятые получают статус, они получают возможность войти в белый сектор экономики и имеют возможность зафиксировать ту трудовую деятельность по определенным направлениям, которым они сейчас занимаются. Также в рамках этого заседания депутаты одобрили изменения в региональный закон об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции. Согласно документу, на территории Тверской области запрещается продажи алкоголя на вынос в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах и на пролегающих к ним территориях. Речь о кафе с общей площадью зала для посетителей менее 50 квадратных метров. Депутаты закон поддержали единогласно. И свое положительное мнение по ужесточению требований к работе рюмочных уже высказали лидеры ряда общественных организаций Верхней Волжи. И мы дальше работу в этом отношении будем продолжать и будем смотреть дальше возможности относительно и прилегающих территорий, к многоквартирным жилым домам. Потому что такой важный сектор, как отдых населения в кафе, в ресторанах, он должен быть безусловно цивилизованным и не создавать проблем для окружающих. Также на заседании в первом чтении одобрены изменения в региональный закон о нарушении тишины. В частности, нельзя шуметь, в том числе и делать ремонт с 7 вечера и до 7 утра, а по выходным и до 10 утра, а также в обед с часу до 3. Исключение дела столько для новостроек, которым не более полутора лет со дня введения в эксплуатацию. Продолжение следует...